Всем привет! И сегодня мы проведем обзор внешнего зарядного устройства в комплекте с двумя аккумуляторами для экшн-камеры первого поколения от компании Xiaomi. Ну что же, начнем наш обзор. Поехали! Одной из главных проблем при съемке экшн-камерой является время автономной работы. От одного заряда аккумулятора камера может снимать в течение полутора часов. И если вам необходимо снимать целый день, то вам необходимо задуматься о покупке дополнительных аккумуляторов, а в идеале и внешнего зарядного устройства. Для этих целей я себе и приобрел внешнее зарядное устройство в комплекте с двумя аккумуляторами. Стоимость комплекта составила 700 рублей. Зарядка пришла вот в таком пакете. Внутри находится довольно компактная белая картонная коробочка, которая слегка помялась во время транспортировки. Открываем коробочку и достаем. Стандартный шнурок microUSB для зарядки с помощью USB-порта компьютера и саму зарядку. Что интересно, сами аккумуляторы шли уже вставленными в зарядное устройство. Вот так выглядит весь комплект с вытащенными аккумуляторами в сравнении с экшн-камерой от Xiaomi. Рассмотрим зарядку более подробно. На передней стороне мы видим первый слот для аккумулятора и индикатор зарядки в верхней части. На обратной стороне имеется второй слот для аккумулятора и его индикатор. На верхней части зарядного устройства имеется разъем microUSB для кабеля зарядки от порта USB-компьютера. Радует, что производитель решил использовать стандартный microUSB кабель, который можно легко заменить, если комплектный выйдет из строя. Вот так выглядят сами аккумуляторы. А так выглядит аккумулятор в сравнении с оригинальным аккумулятором. Оригинальный слева. Из отличий только надписи на наклейке. Так, у оригинального аккумулятора указана емкость 960 мАч, а у неоригинального 1010 мАч. Как видим, на первый взгляд аккумуляторы имеют абсолютно одинаковые габариты. Но при попытке вставить аккумулятор в зарядное устройство, оригинальный встает абсолютно свободно. А неоригинальный заходит с большим трудом. Так, в первый раз я думал, что наклейка, за которую вытаскивается аккумулятор, просто не выдержит и порвется. При этом оба аккумулятора в саму камеру входят без проблем. В процессе зарядки световой индикатор горит красным цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор загорится зеленым цветом. Зарядное устройство было подключено через тестер в порт USB компьютера. Тестер замеряет емкость аккумулятора, а также время зарядки. Так, емкость неоригинального аккумулятора составила 787 мАч, а время зарядки 1 час 36 минут. Такой же тест прошел и оригинальный аккумулятор. Так, его емкость составила 786 мАч, а время зарядки 1 час 37 минут. Как видим, аккумуляторы абсолютно идентичны. Далее было проведено тестирование работы камеры в режиме записи видео в формате 1920 на 1080 пикселей с частотой 25 кадров в секунду, включенным Wi-Fi. Так, время работы камеры с неоригинальным аккумулятором составило 78 минут, а время работы с оригинальным аккумулятором составило 82 минуты. На основе данных результатов аккумуляторы можно назвать одинаковыми или равноценными. Китайская зарядка в комплекте с двумя аккумуляторами стоимостью 700 рублей полностью себя оправдала. Аккумуляторы показали себя с лучшей стороны, а удобство зарядки одновременно двух аккумуляторов сложно переоценить. Итак, если вы планируете снимать в течение всего дня и комплектного аккумулятора стало не хватать, то данное решение можно смело рекомендовать к покупке. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok